коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такой немаловажный фактор как запас хода что нужно учитывать при открытии позиции будь то интродей либо средний срок или например это торговля в каком-то диапазоне от границ внутрь диапазона на какие моменты нужно обращать внимание при постановке целей то есть если мы например заходим интродей нам начинает двигаться в предполагаемую сторону и очень часто возникает вопрос что делать дальше то есть где закрываться особенно часто сталкиваются те кто не использует фиксированный take profit то есть например при входе в сделку там стоп-лосс ставится либо технически либо расчетный а take оставляется открытым я такие сделки тоже бывает использую особенно если есть свободная зона то есть цене слева на графике нет особо никаких скажем так точек где цену могут остановить и можно ожидать что движение будет относительно свободное вот на примере фунта разберем вчерашняя сделочка начнем с самого главного наверное от арк ключевой один из ключевых моментов которые нужно учитывать принтер дэй торговли от арк не для кого да наверное секрет 35 баров предыдущих дню входа исключая про нормально большие про нормально маленькие бары то есть если например посмотреть этот отрезок графика мы видим что здесь средний от арк примерно да вот возьмем по этому барочку то есть размер про нормально маленький следующий бар про нормально большой возможно новости возможно такие бары возможно после того как цена долго зажата в каком-то диапазоне и происходит реализация накоплений таких баров может быть несколько подряд но рассчитывать при входе например здесь и постановкой стопа сюда на то что мы вот в этот день сходим именно так и в этот день закроем какой-то дальний тейк не стоит то есть если это интердей вход то интердей цели с учетом дневного отара мы также если мы рассматриваем торговлю внутри границ какого-то диапазона то вероятность того что мы продадим у самого хая и дотянем сделочку до самого лоу она хоть и есть и такие сделки я уверен будут у всех но довольно таки часто будут такие ситуации что например если мы купим у лоу о цена не дойдя до верхней границы пойдет обратно особенно здесь еще может сформироваться либо ложный пробой либо мы просто здесь подожмем и уйдем то есть если мы возьмем вот это место как точку входа и ну например у нас будет ширина диапазона там 200 пунктов ставить стоп 50 пунктов с целью 4 к 1 дотянуть до верхней границы не совсем рационально то есть будут происходить такие ситуации что нас будет либо вытаскивать на стоп либо цена не будет доходить до тейка и рассчитывать на всю ширину диапазона для того чтобы забрать тейк не стоит то есть нужно все-таки придерживаться кого-то баланса опять-таки постановка стопов возможно как техническая так и с учетом отара если мы например берем стоп 10-15 процентов отара то мы понимаем что достаточно пройти всего 60 55 60 процентов отара для того чтобы забрать тейк и вот именно интродэй входы это прям необходимо учитывать значит обязательно учитываем такие факторы то есть если мы например торгуем относительно какого-то уровня и оцениваем перспективы то мы должны понимать сколько мы прошли до уровня то есть если мы торгуем интродэй и у нас отар 80 пунктов а мы от цены закрытия до уровня прошли уже 30 то есть у нас остается свободного тара всего 50 и рассчитывать на их скажем 70 80 пунктов тоже не совсем верно то есть если мы входим с учетом того что от арт достаточное количество уже пройдено и запас сильно меньше полного тара то и цели у нас должны быть поменьше значит нужно поставить более короткий стоп да если нет возможности там высокая волатильность нет какого-то технического отката короткого неглубокого ложного пробоя то возможность поставить короткий стоп отсутствует а если мы поставим расчетный стоп он не факт что инструмент пойдет пройдет в этот же день опять полный тар и придется переносить позицию на следующий день особенно актуально при торговле ценными бумагами потому что биржи закрываются то есть если форекс мы условно только в пятницу можем ограничить такие сделки криптовалюту 24 на 7 торгуется но выходные диапазоны сужаются движение но все равно можно сделочки переносить и отслеживать да там стопики подтягивать и так далее то при торговле акциями мы должны будем в конце торгового дня принять решение переносить позицию на следующий либо закрываться тем что имеем наличие накопления то есть это уже более наверное к среднесрочным целям то есть если есть какой-то диапазон то например из классического технического анализа мы можем предполагать что на ширину этого диапазона будет выход из накопления обязательно учитываем где закрылись в предыдущий день то есть от арт рассчитывается от цены закрытия в текущий день от цены закрытия предыдущего и тоже нужно понимать сколько от цены закрытия до уровня то есть но это можно к первому пункту наверное тоже отнеси то есть сколько мы прошли до уровня ну и наличие откатов при 5 таки торговли от границ диапазонов если мы ходим от нижней до верхней границы и после касания либо ложного пробоя верхней границы не откатываемся глубоко и идем обратно на ретест границы тонн например торговлю отбойных моделей либо ложных пробоя ложный пробойных можно отложить на второй план и рассмотреть именно пробойной информации с целями опять-таки при выходе с из границ накопления хотя бы на ширину этого самого накопления определяемся всегда с тем что мы будем торговать опять-таки с учетом дневного отара либо технического запаса хода то есть если инструмент уже очень много прошел то пробойные модели уходят на второй план и можно смотреть либо отбойный либо ложно пробойный также интродэй если мы открывали открылись далеко предыдущий день закрыли далеко и открылись соответственно далеко от уровня то при подходе к уровню запаса таром нет значит можно посмотреть какие-то сделочки отбойные либо ложно пробойные внутрь диапазона либо просто ну два отбой от уровня постановка цели по интродэй повторюсь уже наверное если мы торгуем интродэй то с учетом расчетного стоп лосса там 10-15 процентов отара мы должны ставить цель такую чтобы она укладывалась в это то есть избегать таких ситуаций когда отар достаточное количество уже пройден и наш тейк выходит за границы дневного отара то есть нам необходимо будет переносить сделку на следующий день для интродэй торговли это не есть хорошо но и среднесрочные долгосрочные цели опять-таки с учетом характера движения цены если это движение без каких-либо резких колебаний вполне себе так в рамках до дневных отаров происходят какие-то импульсные движения откатные то сделочки можно в принципе удерживать дом достижения каких-то дальних границ диапазонов опять-таки неплохо учитывать при торговле именно на рынке форекс так мы разберем пример с фунтом это у нас будет домашка вчерашнего дня значит здесь такая ситуация была мы закрылись под хай у нас бар тоже но он не совсем про нормальный он побольше среднего мы закрываемся под самый хай наверное даже вот так то есть вот этот день понедельник мы закрываемся под хай сейчас на младших таймфреймах тоже покажу относительно вот этого экстремума мы получается подходим и не откатываемся для квад уровня и вчера у нас движение случилось единственный вот был момент что выше вот этого значения 24 23 есть сильная дневка поэтому можно ли входить в такие формации да когда у нас на пути стоит сильная дневка уровень с истории адаптирован пухая вот эту паранормального бара здесь только ложные пробойчики но тоже с учетом прочих равных не быстро шли с откатами то есть это не без откатное движение все таки какие-то движения в противоход были опять таки здесь довольно таки глубоко откатились протестировали ложным пробоем значение 22 12285 на фунте тоже вот поэтому бару адаптирован уровень и тоже вполне себе зеркальность проявляет то есть уровень принципе крепкий закрылись наверх и движение продолжилось при тесты и поехали дальше если мы заглянем на час после вот этого движения в котором не было откатов мы подошли к экстрему который был сформирован здесь и не откатывая уже глубоко подошли обратно то есть вот это вот ночное начинаем торговочка в азиатскую сессию глубокого отката нет мы не обновляем этот лу и сделку можем принципе рассматривать на пробой относительно того входить ли здесь когда у нас сверху на пути дневка можно ли данном случае да потому что у нас не даже по достижению сильного дневного уровня достаточное количество свободного тара остается то есть мы можем по ожидать что будет пробой но я больше придерживаюсь консервативных взглядов поэтому такие формации я не лезу а вот после отсутствия реакции на небольшой ложный пробой бой стопы поехали я закрыл три половины к одному там чуть меньше потенциал 42 сегодня по сути дела протестировали ждем закрытия но и не исключая возможное движение на движениях на новостях возможно там выносом стопов буду смотреть опять таки заходы на коротке то есть не в плане шорта плане движения так как впереди есть вот этот вот эта граница отката который мы бодро бодро поехали на исторические лаи и ожидать того что мы ходом пройдем я бы не стал поэтому пока мы будем идти до верхней границы только короткие движения и вблизи этой границы опять таки не буду рассчитывать на проход ходом то есть тейки должны укладываться если здесь какие-то будут локальные входы то тейки должны все укладываться до этого уровня то есть это уже больше как среднесрочная установка цели а вот если мы вылезем там выше 1267 выше этой границы а далее у нас относительно свободная зона то есть мы здесь свободно падали а значит можем по ожидать что будет столь же свободное движение обратно к значениям там 12982 на 1 на 3 округлим то есть можно будет по ожидать то есть если мы видим относительно свободное движение то и обратное движение тоже можно будет по ожидать вполне себе свободным аналогичным образом было чуть ниже есть на торговочка и ожидать что сразу пройдем тоже было бы неверно прошли зону прошли так с откатами тяжеловато но есть выход наверх идем закрепление если да то можно будет смотреть в продолжение например если мы закроемся близко к хаю 12525 то можно будет также поучаствовать сделки в лонг по им того что мы закроемся изи утрек уместиться не доходя до дневки то есть если на фунте там до 20 пунктов технический вопрос поставить то можно принципе там 56 к нам он попробовать забрать так что ставьте адекватные цели адекватные стоп лоссы учитывайте запас хода если intraday вход то обязательно учитывайте а то если входы на средний срок то определяете какие-то будь то границы отката либо на торговке какие-то если мы идем наверх то можно там посмотреть какие-то шпили да то есть границы там ложных пробоев паранормальный бар а то есть какие-то ключевые точки где цены устанавливали либо если вот движение относительно свободное если мы пойдем наверх я обязательно посмотрю вот это движение вниз на часовике отмечу какие-то ключевые точки будь то какие-то на торговочке либо просто границких технических откатов и их можно будет использовать как цель и также их необходимо будет учитывать при удержании позиции на средний срок там сторону 1 и 3 то есть подходить надо ну я считаю да по моему мнению что подходить к торговле и постановке целей необходимо вот так всем всем спасибо пока пока по моему мнению